приветствую вас на своем канале уважаемые розоводы сегодня я расскажу о розах кордес которые растут в моем саду сейчас вы видите самую первую розу посаженную в моем саду от кордес бургунд 81 компания кордес находится в германии была основана в 1887 году занимается селекцией производством роз основатель компании вильгельм кордес сейчас компания носит название кордес и сыновья в настоящее время в компании работает около 150 сотрудников но ежегодно реализуется более двух миллионов роз по всему миру в моем саду растут розы со всего света и всех оригинаторов но розы кордес занимают в моем саду и в моем сердце особое место именно с них начиналась моя любовь к розам если вы хотите у себя в саду иметь розы неприхотливые с минимальным уходом то посадите у себя в саду розы кордес кустовая роза от кордес карамелла увидела я эту розу у татьяны пермском крае у нее там нет такой жары как у нас и роза у нее очень красиво вот какой цвет изумительный у розы в начале цветения присутствует и сиреневый цвет и оранжевый цвет очень красивый заворот цветов у розы покупая розу я всегда стараюсь сделать копию быстренько для того чтобы не потерять сорт розу карамелла я тоже черенковала надо сказать что она очень хорошо черенкуется и вообще все розы от кордес замечательно черенкуются то есть у вас будет полный сад цветов роз от кордес если стоит прохладная погода роза показывает красоту цветов своих все цвета присутствуют у розы если же это жарко жара то конечно роза выгорает все сиреневые цвета быстренько исчезают цветок роза держит где-то до семи дней вот у меня здесь вы видите три куста розы я купила оригинальный куст розы от самого кордес 2 из отечественного питомника и третий небольшой кустик который вы справа сейчас видите это кустик уже корни собственной розы вот так как роза выглядит когда уже середина лета хочу сказать что ничем эти кусты абсолютно не отличаются и корни собственная роза и от оригинатора розы и из питомника совершенно одинаково смотрятся вы видите розу синко де маю которая растет с розой карамелла слева так вот вот эта роза синко де маю она только и подходит к этой розе карамелла больше я ей не нашла место в своем саду вот так смотрятся три кустика розы очень красиво смотрится монарда сиреневая именно с этим цветом розы с бледно-желтым цветом розы очень красиво смотрится вот эта сиреневая монарда оттеняет цвет розы бледный цвет розы это моя любимейшая розовый стерленд когда мы приехали с севера сюда на юг жить и я увидела эту розу впервые в кисловодском парке там из нее была огромная арка проход в розарии я заболела этой розой думала где же мне взять эту розу и вдруг неожиданно я увидела что женщина продают ее в горшочке эту розу я спросила как ее зовут купила конечно же но она не знала тоже название этой розой так она без названия росла у меня много много лет пока я не узнала как зовут эту розу затем я видите какой массив у меня огромный я начеренковала эту розу у меня 15 кустов розовый стерленд я очень люблю эту розу за ее жизнестойкость за обилие цветения за запах она очень сильно пахнет на весь сад пахнет эта роза да она держит цветок недолго но у нее в соцветиях такое огромное количество бутонов вот как сейчас вы наблюдаете что один цветок осыпается другой расцветает у этой розы очень душистые лепестки и именно из лепестков этой розы я делаю вино на канале у меня есть ролик как его приготовить мне всегда задают вопрос а как же обработки вы проводите по цветам розы от вредителей и болезней дело в том что этот цветок осыпается очень быстро и через пять дней вот все что вы видите это осыпется и расцветут новые цветы из бутонов которые совершенно безвредны приобретение роз в свой сад зависит всегда от той цели которую вы себе ставите вот если вы хотите украсить свой сад пышным цветением посадите розовый стерленд розы от кордес всех садовых групп абсолютно всех отличаются от других роз своими огромными размерами и мощью сейчас вы видите флорибунду навалис заявляет кордес очень скромненькие размеры высота 80 и ширина 40 диаметр цветка 10 сантиметров из всего что заявляет кордес совпадает только диаметр цветка 10 сантиметров вы видите размер этой розы высота розы метр девяносто и ширина розы не менее метра здесь розе три года моей в этом розарии у меня вымерзли все розы кроме английских кустовых роз и роз кордес вот роза навалис это флорибунда у нее есть чайные чайно-гибридные крови в этой розе поскольку флорибунда это розы которые скрещиваются чайно-гибридные с другими розами у нее огромный цветок красивые все но размер у нее конечно не флорибунды а кустовой розы что могу сказать про эту розу на юге у нас роза будет показывать свое цветение реже очень не любят сиреневые розы нашей южной жары здесь куст попал именно в такую погоду когда роза может показать свою красоту осенью розы вообще бутон чайно-гибридной розы он не раскрывается стоит в бутоне в красивейшем розы очень красивый цвет запаху роза почти нет лист огромный мощнейший ветви у розы красные я сначала думала почему такая роза интересно что у нее с ее с ветками творится болезни что тоже все подозревала розу оказывается у нее просто такие красные мощные толстые ветки у этой флорибунды очень красивый бутон из которого она раскрывается замечательная роза знаете я на нее сильно обижалась в общем не показывала но в этом году она мне показала такое цветение никогда не расстанусь иногда розоводы говорят о какой-то кардесоскопитнистости вот на своих розах сколько розы мои растут в саду я никогда никакой кардесовской пятнистости на них не видела это красавица розариум юторса на эту розу много жалоб со стороны розоводов у меня она тоже в прошлом году когда ей исполнилось уже семь лет болела черной пятнистостью но я считаю что это не ее вина а моя поскольку видите как она у меня лежит низко к земле я ее выращиваю как почвопокромную розу чем мне нравится именно эта роза у нее огромные шапки цветов немногие розы могут похвастаться вот именно таким обилием цветения однажды я посчитала 25 бутонов вот таких цветет у розы в соцветии розариум юторсон довольно долго держит цветок очень красивый цвет у розы он какой-то серебристо-розовый не розовый цвет банальный а серебристо-розовый вот как сейчас вы видите как будто серебром покрыт цветок у нее очень тонкие гибкие плети я ее называю полуплетистой розы хотя такого класса и группы роз нет но у нее не очень длинные побеги у этой розы и ее можно выращивать как такую знаете почвопокровную розу или заводить ее на опору как угодно можно выращивать эту розу поместить в кустодержатель ее но мне она нравится именно вот в такой форме в ногах у моей лошадки алхимист здесь у меня три куста розы посажена вместе и это очень красивый массив на мой взгляд у розы мелкий листик такой интересный и вот эти вот огромные шапки цветов которые свисают это просто превосходное зрелище на фоне этих темно-зеленых листьев красивая роза очень флорибунда розенфасцинацион эта роза имеет абсолютно необычный цвет до того красивый цвет у розы какой-то розово-лавандовый цвет она имеет бутон чайно-гибридной розы классическая чайно-гибридной розы раскрывается вот в такую чашу но не показывает середину никогда в отличие от других сиреневых роз эта роза не боится солнца абсолютно она не выгорает на солнце не плавится раскрывается из красивейших бутонов малинового цвета в такие вот цветы изумительная роза из всех последних приобретений последних лет эта роза мне очень нравится если у нее один недостаток она выстреливает вот такими огромными шапками цветов на большую высоту довольно таки то есть этой розе нужен обязательно будет кустодержатель а так она будет разваливаться но очень красивая роза запаха у розы нет почти еле-еле уловимый запах у нее цветет она двумя ярко выраженными волнами цветок держит она довольно долго даже в жару она держит цветок более 10 дней как чайно-гибридная роза удивительная роза в саду конечно она является ярким пятном вот эту розу розинфоцинацию можно сажать с белыми розами если у кого-то есть массив белых роз то среди этих белых роз она будет смотреться очень красиво у нее такой нежный перелив сиреневых цветов сиреневый и малиновый цвет имеется бледно-малиновый но вот сказать что у нее розового цвета розового цвета нет какой-то неуловимый цвет очень красивая роза и я ее рекомендую всем розоводам она отличается конечно и своим замечательным здоровьем ничем она не болела у меня за три года абсолютно даже ни одного больного листика у нее не было цветение длится очень долго у розы видите какой необыкновенно красивый цвет изумительная роза рекомендую вам все розоводы которые увлекаются розами конечно отличают кустовые розы дэвида остина но вот такое же именно отличие как у кустовых роз дэвида остина имеют кустовые розы кордес сейчас вы видите розу ланд луст наконец-то у компании кордес вышла роза которая держит цветок до месяца эта роза отличается именно этим конечно она очень красивая у нее переливчатые цвета роза хамелеон в конце цветения цветок у розы превращается просто в зеленый цветок в общем мумифицируется и будет зеленым стоять если вы не будете обрезать цветы этой розы она у вас будет стоять вечно не осыпается сама и ничего не случается с цветком совершенно сейчас вы видите красивейшие цветения этой розы переливчатая роза постепенно открывается вы увидите все цвета абсолютно на этой розе красивая очень очень красивая роза цветок простой но простым он становится не сразу бутончик маленький маленький как раскрывается такая красавица из этого бутончика я вообще понять не могу откуда берется этот цветок диаметр цветка где-то восемь сантиметров у этой розочки в раскрытие от пяти до восьми сантиметров очень красивая роза еще один шрап от кортес бременские музыканты эта роза досталась мне по случаю я не особенно ее хотела в свой сад но роза красивая очень красивая роза обильно цветущая как все розы от кортес но она стоит у меня в полутени и показывает все цвета все совершенно видите какой красивый цветок когда стоит она в полутени я всегда говорю о том что в кронах деревьев розы сажать нельзя они не столько не переносят тень сколько они не переносят капли дождя которые падают на их нежные лепестки вот здесь роза у меня стоит полутени она показывает очень красивый цвет свой у этой розы есть один недостаток она не держит стебли совершенно она обязательно должна быть определена в кустодержатель роза у меня здесь еще 2 года жизни но к осени она выстрелила такими удочками длиннющими по 2 метра поскольку это шрап и я конечно ее буду определять в кустодержатель а так роза красивая запаха у розы почти нет чуть-чуть она пахнет нежно нежно красивая розочка компания кордес представляет на рынок конечно все садовые группы сейчас вы видите розу кордес юбилей эта роза была создана фирмой кордес к своему 125-летнему юбилею конечно такую розу представил кордес которая запомнится надолго всем и она достойна быть представлена к их юбилею видите какая красивая роза вот так она выглядит вечером это раскрытие один два дня у розы роза хамелеон это просто удивительнейшая роза если вы приехали допустим на дачу увидели ее вот в таком цвете как сейчас вы видите потом приехали через три дня вы можете эту розу совершенно не узнать абсолютно будете думать она это или не не она вообще если вы ее первый год видите красивейшая роза отличается она мощными стеблями розы кордес отличаются и чайно гибридные мощнейшим своим цветением и у них очень крепкие стебли сейчас вы видите ту же самую розу в октябре абсолютно другой бутон коричневато-желтые темно-желтые тона очень красивая роза рекомендую это роза биролина растет она в моем саду очень давно отличается эта роза изяществом когда она цветет очень красиво выглядит она очень изящная роза но тоже имеет крепкие такие плотные стебли а это новинка от кордес груз герцогин луиза роза отличается тем что она имеет очень сильный и очень приятный запах так и хочется к ней подходить и понюхать эту розочку дождя она не боится солнце тоже как я заметила но растет она в моем саду только первый год буду наблюдать за ней шрап алхимист это живой памятник фирме кордес роза выведена в середине прошлого века но красотой своей она затмит любую розу цветет она в течение месяца это просто восторг от этой розы многие купили розу наблюдая у меня в саду вот видите некоторые шедевры забываются в погоне за новыми сортами а это настоящий шедевр эту розу можно выращивать как кустодержатели вот я ее таким образом выращиваю как кустовую обрезаем но плети этой розы могут достигать 6 метров и ее вполне можно растянуть по опоре и она покажет свое красивейшее цветение у нее есть отличное качество роза вообще ничем не болеет абсолютно и не боится морозов чайная гибридная роза голдштейн перл жемчужина голдштейна незаслуженно забытая роза она может расти как кустовая роза огромнейшим кустом высота розы может достигать двух метров ширина метр огромное количество побегов гонит роза это прекраснейшая роза айсберг о ней я рассказывала очень много поэтому в этом ролике как-то обделила ее вниманием но у меня есть по ней отдельные ролики это моя любимейшая роза опять голдштейн перл у меня этой розы растет 8 кустов она цветет беспрерывно эта роза обрезаешь ее она снова цветет да у нее выгорают на солнце цветы но цветок держится очень очень долго и тут же распускаются новые цветы в этом массиве роз который вы наблюдаете сейчас у меня огромное количество роз именно от кордес стих моя любовь начиналась к розам и она никогда не закончится благодаря им я оставляю вас с фирмой кордес ссылка на их сайт находится в описании ролика благодарю вас за просмотр всего доброго до свидания до новых встреч на моем канале до свидания 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 до свид